Велопрогулка отца с дочерью обернулась трагедией. Проехав через пол города со своим пятилетним ребенком на велосипеде, молодой мужчина оставил девочку играть на детской площадке и пропал. Его тело полицейские нашли только через сутки. 2 августа жительница Екатеринбургского микрорайона Эльмаш обратила внимание на пятилетнюю плачущую девочку. Ребенок находился на детской площадке у дома номер 51 по улице Баумана. Примерно с шести вечера девочка играла с местными детьми, а когда те спустя два часа засобирались домой, расплакалась. Крошка рассказала женщине, что приехала сюда на велосипеде вместе со своим папой Олегом. Отец велел поиграть здесь какое-то время, пока он съездит по делам, но так и не вернулся. Сердобольная горожанка вызвала полицию. Адрес своего места жительства девочка назвать не смогла, и только на следующий день правоохранители нашли ее мать, проживающую в другом районе города, в Академическом, в двух десятках километров от места обнаружения ее дочери. Женщина сама обратилась в полицию в связи с пропажей своей дочери и гражданского мужа. Я мама Софии, пропавшей девочке. Вчера, 2 августа, ночь шла с отцом. Вечером я пришла с работы, вечером их имела дома. Надеялась о том, что ребенок находится с отцом, что с ребенком все в порядке. Но утром, так как они не пришли, я уже забыла их в тревогу. Обратилась в службу полиции. А накануне вечером, также на Эльмаш, на пустыре у дома номер 9А по улице Таганской, мальчишка обнаружил в кустах тело мужчины. Как выяснилось, это и был отец девочки Олег. Тело находилось всего в полутора сотнях метрах от детской площадки, где он оставил дочь. По предположению сыщиков, мужчина проехал с ребенком 20 километров широкой речки на Эльмаш за наркотической закладкой, которая, вероятно, и лишила его жизни. На месте его обнаружения следов волочения и борьбы сыщики уголовного розыска не обнаружили. Личные вещи из рюкзака, лежавшего рядом, не пропали. Поза, в которой находился мужчина, естественная. По одной из отрабатываемых полицией версий, возможной причиной смерти могло послужить злоупотребление опасными веществами. Точный ответ на вопрос, что случилось, даст специальное исследование. Начальник областной полицейской пресс-службы Валерий Горелых подчеркнул, что передозировка наркотиками как причина смерти отца девочки – только предварительная версия следствия. Проверку этого инцидента на предмет возможного криминала начал Следственный комитет по Рженикизовскому району города. Точную причину смерти мужчины назовут судмедэксперты. Однако бэкграунд погибшего свидетельствует в пользу предварительной версии полицейских. Ранее судимый за причастность к незаконному обороту наркотических веществ гражданин, отбывавший наказание в исправительном учреждении системы ГУФСИН в городе Косли Челябинской области, освободился из мест лишения свободы в 2014 году. Вопросы у полицейских появились и к матери, оставленной на детской площадке девочки. Поэтому до проверки благополучия семьи ребенка решено матери не отдавать. А с благополучием в этой семье, возможно, не все в порядке. Наши коллеги, журналисты Екатеринбургского городского портала Е1, съездили на широкую речку, чтобы поговорить с соседями девочки и услышали противоречивые отзывы о ее родителях. Причем почти ничего плохого соседи не могли сказать об отце ребенка, умершем Олеге. Его часто видели гуляющим с дочерью, редко видели пьяным, зато мать с девочкой во дворе почти не появлялась. Работает она в торговом центре «Радуга-парк». Домой возвращается поздно и либо навеселе, либо добирает это состояние уже во дворе. Цитата из рассказа соседки порталу Е1. «Насколько могу судить, — рассказала некая Надежда, — очень неблагополучная семья. В магазине покупают только пиво и сигареты, а тем летом был вопиющий случай. Весь вечер они сидели на поребрике. Она тут гулеванила. Столько вина, столько водки. Уже первый час ночи был. Она с какими-то мужиками сидела, а девочка все бегала вокруг и говорила, мама, я замерзла, а потом упала, а потом вообще ушла с этими мужчинами куда-то. Меня позвонила в опеку и потом долго ее не видела. А вот папу пьяным видела редко, он и дома чаще нее». Конец цитаты. Другая соседка рассказала, как родители девочки один раз ушли в магазин и ничего не сказали своему ребенку. Родителей девочки тогда искал весь подъезд. Правда, журналистам удалось услышать и самые положительные отзывы об этой семье, но их содержание ей один почему-то не приводит. На сегодняшний день ребенок остается в социальном центре и будет возвращен матери только после обследования семьи. Кроме того, женщину намерены привлечь к ответственности административной за ненадлежащее воспитание и содержание малолетнего или даже к уголовной за оставление ребенка в опасности, если выяснится, что отец девочки действительно был наркоманом. Его супруга знала об этом, но позволяла им разъезжать на велосипеде через полгорода. Комсомольская правда рассказывает, что погибший Олег Насонов и его гражданская жена Олеся родом из закрытого Озерска, Челябинской области. Вместе они начали жить задолго до рождения ребенка и даже до попадания Олега в колонию. Олеся дождалась его выхода на свободу и около семи лет назад оба переехали в Екатеринбург. В последнее время Олег нигде не работал, сидел дома с дочерью. Из-за отсутствия местной прописки устроить девочку в муниципальный детский сад они не могли, а на частный им не хватало денег.